Здравствуйте! В студии Владислав Юрицин. Сегодня мы продолжим разговор о первых руководителях советского Казахстана. У нас в гостях Лайла Сисибековна Ахметова, доктор исторических наук, поисковик, профессор казну имени Альфараби. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, Геннадий Васильевич Колбин. Чем он отметился и чем знаменателен этот период? Ну, это последние два с половиной года после Кунаева, после 1986 года. Два с половиной года, казалось бы, небольшой срок, но в эпоху нового мышления, плюрализма, гласности. Эти годы были действительно удивительны для всех нас, в том числе и для меня, переживших это время и проживших. И они были очень интересны, потому что они совершенно не были похожи на то время, которое назвали застойным. Но мы считаем, что в Казахстане оно застойным не было. Тем не менее. Итак, 1986 год. Ну, вообще, нужно говорить, если характеризовать как время, да, то семь перестроечных лет. Это 1985-1991 год. И вот в это время, 1986 год, когда смена руководца произошла, то, значит, новый руководитель, а мы знаем, что это традиционно, по всему Советскому Союзу было, новый руководитель приходит, да и везде то, как новая метла по новому метет. И, естественно, Колбину надо было показать себя с лучшей стороны. И хотя у нас осталось такое отношение к нему несколько критическое со стороны, ну, вот всеобщее такое понимание, но я всегда говорю, что, во-первых, во времени, в руководстве и прочее виноват не только первый руководитель, и хотя самая большая ответственность лежит на нем, но надо отметить следующее, что, во-первых, его рекомендовали, но и назначили, будем так говорить. То есть это не была его личная воля, он не рвался в Казахстан, да. Не писал заявление, хочу поруководить казахской СССР. Не писал, да. Партия сказала надо, и, значит, член партии, он обязан был сказать есть, да. Ну, если отказаться, то по какой-либо очень сугубо такой причине. Мало того, и, понятное дело, это же карьера. И карьерный Рос, он же был вторым секретарем в Грузии, был первым секретарем Ульяновского обкома, да. То есть он уже, казалось, прошел вот все, и теперь у него третья... Третья, с области на республику союзную. Но в Грузии он был вторым секретарем, то есть он, значит, прошел и руководство так, республиканского значения. Он спокойно, нормально рос, да, по партийной линии, и то, что ему предложили Казахстан, это было вполне нормальным явлением. Но в эпоху гласностей, тогда, когда особенно молодежь поверила, что вот она перестройка, теперь мы будем делать, ну и жить несколько по-другому. Здесь же произошло то, что именно проявился огромный консерватизм в том, что все-таки назначили со стороны. Про 1986 год мы не будем говорить. Но вот он приехал, и приехал, ну как, не по своей воле, да, его избрали наши коммунисты, и ему надо было работать. А поскольку случились события, декабрьские события 1986 года, понятное дело, он в экстремальных условиях, и он принимает очень правильное решение. Он обещает, что он выучит казахский язык, когда сказали, почему, ну, со стороны. Он говорит о том, что я буду заниматься социальными проблемами, у вас накопился огромный груз, у вас огромная очередь на жилье, огромная, ну, в общем, социальная справедливость будет совершенно по-другому. И дело в том, что в первые дни, и я это очень сама резко, да, как домохозяйка, будем говорить, я это почувствовала, чтобы, конечно, центр обеспечил продуктами. В магазинах появились, ну, то, что было в дефиците, или покупали мы и из-под полы, да, в те времена. То есть можно было... Мы сейчас про Алма-Ату говорим, не за весь Казахстан, или по всему Казахстану это. Нет, по всему Казахстану было указание, и, значит, ну, успокоить народ. И, конечно, это все в первые дни особенно было ярко ощутимо. Потом, конечно, она потихоньку сошла на нет, но, тем не менее, жить стало лучше, жить стало веселее. Да, и вот это надо отметить. Теперь дальше что? Я хотела бы сказать, перестройка еще что вызвала? Она вызвала полную реабилитацию вот Алихана, Ахмета, в общем, Аллашарды, да, и это было все уже 85-й, 87-й, 89-й год. И на страницах, особенно казахских газет, открыто начали писать, говорить о той прошлой истории. Тем не менее, я сначала политическую подоплеку скажу, а потом перейду уже на годы и другое. Тем не менее, если мы говорим о том, что, в общем-то, полная реабилитация была, а почему она была? Сначала ведь Горбачев, он начал эту перестройку, и у него пошла полоса сначала некоторая реабилитация из сталинизма, полная реабилитация Бухарина, но тогда это было открытием таким, да, и, соответственно, во всех союзных республиках началась реабилитация того периода тех руководителей первой, третьей XX века. И, понятное дело, потом началась реабилитация ханов. Заговорили о Абулай, о Бухаир, да, о Кенесаре, Касымове. О Кенесаре еще не говорили, чуть позже он пошел. И затем заговорили о казахской государственности, да, у нас в Казахстане. И это все как раз было в 87-89 годы, да. То есть, и с другой стороны, вот эта вот гласность, новое мышление, да, плюрализм, он дал следующее, что наши, причем это опять по всему союзу, но я говорю и о Казахстане, начали забрасывать камнями и ругать весь Советский Союз, да, то есть повторили ошибку советского периода первой, третьей, первой половины XX века. То есть закидать весь царизм, все там было плохо, да, все началось с коммунизма, ну, с создания народных партий и так далее. И здесь тоже начинается закидывание и заливание грязью Советского Союза, уже начинается, да, и, значит, соответственно, восстановление, реабилитация тех, которые были забыты или же репрессированы Советским Союзом. То есть мы повторяем, то есть наступаем на одни и те же грабли. Ну, теперь как же, новый человек пришел, нужно у нас все по-новому менять, а тем более, значит, если было выступление 1986 года, то все руководство практически, все оно меняется, везде, повсюду меняется. И, естественно, газета «Правда», «Известия», «Литературная газета», это союзного значения «Наша», «Казправда», «Егемен», «Социалисты Казахстана», извините. Эти газеты все начинают печатать материалы про только негативные материалы руководства Димаша Ахмедовича. То есть только негатив был. Но вот смотрите, «Вправде», еще раз о старых связях. «Известия», значит, «Паутина». И вы знаете, для того, чтобы писать негативное, надо же было найти это негативное. И получилось так, что, ну, конечно, и Кунаев тоже в книге он писал, что люди, которые были друзьями, вмиг отвернулись и стали не только не здороваться, но и врагами они стали. То есть люди еще понятия не имели, что Советский Союз вот-вот развалится, да? Да. И поэтому по привычке действовали в старых лекарствах. Да. И, конечно, это не 1937 год, не расстреливали, но, значит, началась охота на ведьм, начались анонимки, начались жалобы, и как там было все плохо в те времена правления Кунаева. И причем двурушничество, трусость, люди перевернулись, или как перевертыши, да? Да. Потом дело в том, что этого было очень много. И с удовольствием все наши медиа, все наши писали о том, ну, в общем, как мы жили плохо. Тогда мы еще не понимали многих моментов, но вот этот весь негатив, ты даже порой удивлялся, да, читая все эти материалы. Но, в общем-то, шла борьба за власть. Поэтому надо было любыми путями предшественника порочить. Это наша традиция. Понимаете? Теперь, 16 июля вышло постановление ЦК КПСС... В 87-го года. В 87-го года, да. О работе казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся. Ну, вот это оно, конечно, окончательно добило, так сказать. Показало о том, что вроде у нас нет никакой дружбы, ничего. Ну, и вот ряд национальных обвинило в казахском национализме и так далее. Это, естественно, везде обсуждалось об этом. Ну, как, с трибуны выступали, критиковали и так далее. Надо сказать следующее. Я еще обратила внимание, когда изучала эти документы много и воспоминаний и прочее. По традиции, опять это уже традиции тех далеких 30-х годов, каждый снятый руководитель говорил о своих ошибках, признавал свои ошибки и критиковал сам себя и так далее. А вот во времена Кунаева я сама выступала на 13-м съезде ЛКСМ, и писали доклады и прочее. Ну, и не только там, я везде, где выступала, я знала, как писать выступления перед огромной аудиторией. Это надо было говорить, ну, благодарность руководству, потом сидеть и писать, каких мы достигли успехов. Последний абзац посвящен, но есть у нас некоторые недостатки. И один-два назвать каких-то незначительных, но мы все справимся, пойдем вперед и так далее. Это был стандарт выступлений времен Кунаева. А здесь, значит, вот это обличительный тон и опять камни в прошлое. Все было плохо, а вот сейчас мы вдруг скрываем это вот все. И самое главное, читала выступления снимаемых и ректоров, и министров, и прочее, и все. Но чтобы избежать, возможно, ареста, а потом вот всего, они признавали, ну и, естественно, их снимали. Снимали с партии, их выгоняли с работы. И это было очень много людей. И еще я хотела сказать, что Колбин в своих речах всегда говорил, я за социальную справедливость, мы проводим перестройку вот таким вот образом в Казахстане. И опять у нас получается очень жесткая. Вот тогда Малый Октябрь был, да, он был на крови. И здесь была очень жесткая перестройка именно в Казахстане, которая находилась, естественно, под контролем Москвы. В 89-м году, знаете, я опять могу сказать, что я по своему казахскому Казгу в то время, да, в апреле, выступая в Казгу, руководитель наш сказал, что за 4 месяца в Казгу было 80 проверок. Ну вот за 4 месяца было. Это за 89-й год? Да. Теперь, в 89-м году, например, вскрыли семейственность в Нархозе. Теперь, а, ну по 87-му году еще, 87-й год – это Казгу, потом Нархоз архитектурные, консерватория, и, да, ректора были сняты, министр снят был, да. Я вот, ну, про образовательное. То же самое везде происходило, да, во всех структурах, ну, поскольку для меня это было бы… Видите, реально во всех, например, министерство строительства это тоже коснулось, или там энергетику? Нет, конечно. Почему? Потому что везде, выполняя постановление вот об интернациональном и патриотическом воспитании трудящихся казахстанных, везде надо было найти недостатки. Ну, это приказ. Тот период был плохой, и надо найти недостатки. Мало того, люди каялись же потом, и все говорили, что да, действительно… То есть, получается, смена первых руководителей в разных организациях и структурах была почти тотальная? Ну, некоторые же и избежали этого. Но, в принципе, да, я могу сказать, когда я в 91-м году, через 5 лет, да, вот после декретного отпуска вышел в Казгу, а поскольку я же была одним из руководителей, да, до этого, я обратила внимание, 80% преподавателей казахского государственного университета были новые. То есть, под любыми причинами их убирали. Убирали не только казахов, но и русских, и так далее. То есть, вы говорите, не только, получается, руководство, там, деканы, ректор, а вообще прям преподаватели. А преподаватели, например, ну, я журналист или историк, мы все же идеологически, мы же обучаем и воспитываем в духе интернационализма и патриотизма тоже, понимаете? Тогда я была очень удивлена, потому что я пришла в Новый Казгу в тот период. А до этого можно было 10 лет не быть в Казгу, прийти туда, и все те же люди на тех же местах. Нет, ну, во-первых, это считалось очень престижным, престижной работой. Даже уборщица в Казгу – это престижная работа. Я всегда об этом говорила, потому что люди работали годами. Ну, например, 1 сентября этого года Буэрся мне будет 50 лет, как я в Казгу. Понимаете? Вот, ну, это тогда было, ну, нормально. Теперь, что хотелось бы сказать еще. Колбин дает в 88-м году интервью Касправде, и называется это «Чем родство крепится?» И опять раскрываются все родственные связи каждого руководителя прошлого. И кто, сколько, где, на каком месте сидели. Правильно это или неправильно? Я думаю, что, ну, законодательно это, в общем-то, было правильно, но получалось так, что каждый тащил своего работника. Теперь, в этом же 89-м году процентное соотношение работников смотрели. Где, в каких структурах, сколько, по национальностям, там, по образованию и так далее, в разных органах. Обязательно принцип двоязычия пропагандировался, это интернационализм. А, и тоже в 89-м году мне очень удивило тогда, да, это уже из газет наших, и Колбин упоминал в своем выступлении, как соревнование кладбищ. Что это такое? Это, значит, он сказал, ну, вот мы же в то время коммунисты, да? Как это так, что деление на православное и мусульманское кладбище, да? Оно же произошло как раз, ну, уже в послевоенное время, да? Раньше этого не было. Где-то, ну, во времена Кунаева, потому что мы же знаем на Ташкентской, да? Это аллеи там и мусульмане, и православные, видные люди, да, хоронили их. И, значит, во-первых, вот это деление на кладбище, и я узнала с удивлением, что, мало того, мусульманские кладбища делились по жузам и родам. Ну, вот, участки. То есть вы это узнали в 1988 году? Ну, я впервые, да, из газет узнала, я этого не знала никогда, что, ну, с другой стороны, это где-то, ну, вот, как бы, понятное дело сейчас, да? А тогда, в эпоху партийности, да, этого не должно было быть. Тем не менее, вот Колбин остановил такую вещь. Писатель, уйгурский, фамилию не помню, он все пытался опубликовать свои два тома. Уйгуры, автохтоны, семеречи. Что такое автохтон? Это значит... А я, по-моему, видел такую работу, она называлась «Автохтонные народы семеречи». Или это другая книга? Я... Ну, в тот момент было не рекомендовано, а с другой стороны, понятное дело, это получается, что... Вот, ну, земли, это уйгурский уж, на сегодняшний язык, да? Ну, этой публикации в тот момент не произошло, сейчас я, честное слово, не знаю, да? Это не... Я просто рассказываю историю, я не даю оценки никакой, да, чтобы вы знали. Теперь, постоянно говорили о том, что исчезла критика снизу, надо критиковать. И, кстати, в том же 88-м году опять за прошлое сделали анализ всех наград. Кто из какого рода и прочего получал награды, да? Возьмите, можно чуть-чуть в социально-экономическую серию? Или там уже, в принципе... Да. И, в принципе, ну вот, социально-экономическое, я почему к 89-му году, потому что, когда Колбина уже переизбирали, он сделал доклад. И что он сделал за два с половиной года? Вот это и есть социально. В 89-й год, я хотел бы отметить, в январе главное архивное управление при Министерстве юстиции перешло уже при Совете Министров. То есть оно уже не стало... До этого было НКВД, потом Минюз, а теперь оно стало, ну вот, общим достоянием народа при Совете Министров. В июне, 7 июня, Колбин был избран председателем Комитета Народного Контроля. Его рекомендовал... СССР. СССР. Но потом он только сдал полномочия, чуть позже. И его рекомендовал Горбачев. И здесь возникло очень много вопросов к Колбину и Горбачеву. Не забывайте, это перестройка, это гласность. И это приветствовалось. Итак, его все-таки избирает, 509 человек голосуют, и, значит, 34 против, и 53 человека воздержалось. Да, почти 7 с лишним человек. Но это вот как раз результаты гласности. Так, но очень много ему задают вопросов. Во-первых, два с половиной года это маленький срок. Да, и почему вот вы бросаете Казахстан в столь тяжелый период. Да, и тогда Колбин высыпает и рассказывает, что он сделал в Казахстане. А сделал он немало. И как-то мы об этом забываем, но это все опять во всех центральных и в наших республиканских газетах. Это было опубликовано. Я не выдумываю. Что он говорит? Большая дружная работа ведется в Казахстане. Ну, это как интернационализм. Далее. Все внимание к людям. Решена продовольственная программа, потому что был дефицит решается жилищная. Значит, все по социальной справедливости и принципиальной позиции, потому что вскрывались, кто какой родственник, чей получил, квартиры и так далее. стабилизация произошла в Казахстане. Все спокойно. Теперь он говорит, вот за три года прибавка мяса на душу населения выросла на 10 килограмм. Это в год. 58 было. До его прихода стало 68 килограммов. 10. Это очень большой показатель. Теперь жилье за три года очередь сократилась по всему Казахстану на 60%. Всего за три года. Да. Теперь, он подчеркнул, я работал не один, я в составе бюро, это работа, но всех и так далее. Теперь, он отметил следующее. До 89 года мы старались против людей не возбуждать уголовные дела. Вот главное отличие. Это связано с тем, что даже любой руководитель, он отец многодетного семейства, если его посадить, дети останутся голодать, будем так говорить. То есть, получается, использовались административные методы. Да. А что это такое? Значит, обратились ко всем, явка с повинной освобождает от уголовного дела, от дела, да, возбуждения. И добровольно с явкой с повинной пришло более 17 тысяч человек и сдали в государственный банк более 12 миллионов рублей. И их не посадили. Это тоже новшество такое. И вот почему, в принципе, были посадки, и были такие яркие посадки нескольких человек, а в основном большинство людей это не коснулось. теперь, и получается, 16 июня, он еще секретарь, Колбин, но 16 июня начинаются беспорядки в Новом Узене, на национальной почве, причем первое требование освободить всех задержанных за хулиганские действия, ну, якобы, хулиганские действия так, первое, второе, значит, убрать всех кавказцев, лиц кавказской национальности, и, значит, предоставить работу лицам коренной национальности. Вот, 16 июня. Теперь, это 18 июня, пленум, на котором Колбин уходит, 18 июня, Колбин уходит и избирает Нурсултана Абишича Назарбаева, причем голосует 158 человек, из них четверо против, но его избирает 97,47%. Да, вот это опять гласность, да, перестройка, и на следующий день новоиспеченный руководитель едет в Караганду, потому что на следующий день начинается забастовка забастовка шахтеров Караганды. И это вот тоже вот даже из газет, как он там первый выступает и так далее. И опять на следующий день, 20-21, опять забастовки на национальных почвах, это поселок Мунаши и поселок Житебай, столкновения людей. То есть, вот этот период, он был очень сложным. Два с половиной года как бы спокойствие. Полбин пришел и возникли, скажем так, беспорядки, и Полбин уходил на фоне беспорядков. Да, я почему специально, если 18-й избрали, 20-21, на национальной почве. Все равно, этот вопрос, он естественно не был решен, да, и я хотела бы еще сказать, то, что именно перестройка, она, ну как, плюс и минус сыграла, потому что разнородные материалы начали появляться, да, эмоционально перегруженные статьи, люди перестали вот быть, ну, законопослушными, да, то есть, тихими, начали открыто выступать, да, и, значит, поднялся вопрос патриотического воспитания. Ну, он поднялся, вот, на почве национальных, да, традиции и прочее по всему опять Советскому Союзу. Не случайно говорят, что 86-й год был большим толчком для развала Союза. И если бы поступили, ну, несколько по-другому, то, возможно, было бы все по-другому. Но патриотизм стал, именно показал духовное наследие и именно культурно, и своего рода генетический код, который, в общем-то, обратился и в прошлое, и в настоящее, и в будущее. И, в принципе, вот на такой ноте я хотела бы вот закончить выступление о Колбине и говорить о нем, что вот совершенно там в негативном плане, но в позитивном в принципе и не следует, как и о всяком руководителе советского периода всех союзных республик. Большое спасибо. У нас гостя была Лайва Ахметова. Мы разбирались с Геннадием Колбином. До свидания. До свидания. Продолжение следует...